Дорогие друзья, здравствуйте! Я Ташенов Максим. Это программа «Сила слова». Она особенная, эта программа сегодня. Настолько особенная, что мне не терпится сказать, потому что она сегодня пишется в нашей пока еще не завершенной, но телевизионной студии «Служение силы слова». Мы приняли решение сделать шаг к вере и начать делать наши программы, писать наши программы в незавершенной, в недостроенной студии. И будем верить Господу, что все остальное обязательно же приложится, потому что таков путь Божий. Амин. Сначала горнее, сначала небесное, остальное приложится. Мы будем делать то, что Богу угодно, с верой в то, что поднимутся и придут помощники, и придут возможности, и придут финансы сделать все до конца, завершить и сделать все необходимое для того, чтобы качество этих программ, оно было отличного качества. На самом деле мы доверяем Богу все остальное. А вас, наши драгоценные партнеры и помощники, а также члены нашей церкви, я очень признателен вам и я благодарен вам за то, что вы помогли нам сделать то, что мы уже имеем. А если начало такое хорошее, то я верю, что и продолжение, и завершение всего этого тоже будет славным. Помолимся, драгоценные. Господь, я благодарю Тебя за эти помазанные сильные программы силы слова. Я благодарю Тебя за то, что Ты дал нам эту удивительную благодать, учить из Божьего Слова народ Божий. Я благодарен Тебе, что согласно Твоему Писанию, Господь Бог, Ты можешь показать пути, не просто чудеса. Мы благодарны Тебе за каждое чудо. Но, драгоценный Дух Святой, Ты можешь нас наставить на путь того, как происходят чудеса. Я хочу, чтобы мы были сегодня научены, Господь Бог. Не просто видеть, переживать славные чудеса. Я хочу, Господь Бог, чтобы мы были научены, как все происходит. Что Ты ожидаешь от нас? Какова надежда Твоего призвания, Господь Бог? Просвети наши очи. О мой Бог, я благодарю Тебя за это удивительное помазание. Я благодарю Тебя за эту удивительную силу. Доносить небесные вещи до понимания и верования каждого человека. Таксиста, домохозяйки, подростка, ребенка. Чтобы все было настолько просто, чтобы любой мог понять Господь Бог. Если бы Вы знали, что я сейчас испытываю, как это сильно. Как это сильно, Его присутствие здесь, Его помазание здесь. Я молюсь об исцелении людей, которым диагностировали рак. Прямо сейчас. Господь, я связываю этот страх. Я связываю эти панические атаки. Я запрещаю их во имя Господа и Иисуса Христа. Без страха. Дух страха. Убирайся прочь во имя Иисуса. Оставь этих людей. Ты не можешь их мучить. Они не Твоя собственность. Они принадлежат Христу. Они искуплены. Кровью Христовой у Тебя нет ни права, у Тебя нет ни власти. У Тебя нет силы проклинать народ Божий. Я благодарю Тебя, Господь, за исцеление от межпозвоночной грыжи. Я благодарю Тебя за исцеление от протрузии, Господь. Я благодарю Тебя во имя Иисуса за исцеление от сколиоза. Я благодарю Тебя, мой Бог, что Твое помазание, когда люди сейчас слушают это, Твоя сила настолько велика, она просто проникает в тела этих драгоценных людей. Это как теплая волна с неба, просто обрушивается на них. И люди исцеляются. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты исцеляешь парализованных прямо сейчас. Люди, которые не чувствовали своих ног, все, что было ниже пояса, было нефункционально, не двигалось, не работало, приходит восстановление прямо сейчас. Будьте исцелены, если это Вы, если Вы слышите нас сейчас, Вы парализованы, Ваша нижняя часть тела не реагирует, вставайте во имя Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за исцеление этих драгоценных людей. Во имя Иисуса Христа. Амин. Буквально пару дней назад я был в Алматы, я был в нашем библейском центре «Новая жизнь», города Алматы. И Бог даровал мне встречу замечательной парой, семейной парой. Они попросили встречи, попросили мылитвы. И мы встретились с ними, они пришли, они рассказали свое свидетельство. Супруг, им уже за 40, за 45, наверное, супруг сказал, что на протяжении 5 лет у него большие проблемы с печенью, совсем недавно диагностировали онкологию. И врачи сказали, что рак неоперабельный. И этот человек, он очень слабо перемещался, постоянно мерз, его ноги постоянно были холодными. Он не мог нормально есть нормальную еду на протяжении длительного периода. И последний раз, когда они были у врача, когда врачи сказали, что это неоперабельный рак, они были настолько обескуражены, ошеломлены. И когда они сели в машину, супруга этого драгоценного человека, она сказала, я не понимаю, как, но на телефоне мне попалась ваша программа. Школа исцеления, программа «Силы слова». И она сказала, что когда мы услышали эту программу, было состояние, как будто бы просто из какого-то глубокого-глубокого колодца. Вот удивительно, знаете, в 2016 году, когда мне диагностировали рак, и в протяжении шести месяцев у меня было внутреннее состояние, как будто бы я сорвался в какой-то колодице и постоянное, не прекращающееся ни днем, ни ночью падение. И это такое жуткое состояние, что доходило до рвоты. И я беседую с людьми, которым диагностировали рак, я просто вижу, что они все проходят настолько схожие состояния, настолько общие для всех, кто сталкивался с онкологией, вот этот страх, вот эта паника и вот это внутреннее состояние падения. Я думаю, что на самом деле дьявол работает одинаковым путем в жизни всех людей. Он дает страх, он дает эти ощущения и потом просто манипулирует этими людьми и заставляет их предпринимать какие-то безумные вещи. Таким образом подталкивая к каким-то таким состояниям, при котором человек просто либо покончит жизнь с убийством, либо просто умрет. И я хочу обратиться сейчас к людям, которым диагностировали онкологию. И я хочу прямо обратиться сейчас и сказать, не бойтесь, мы запрещаем этот страх во имя Иисуса Христа. Мы связываем тебя без страха. Бог не дал нам духа боязни, Бог нам дал дух силы, Бог нам дал дух любви и обладания ума. Боже, я славлю тебя во имя Иисуса Христа. Аллалюя. Так вот, эта женщина сказала, что когда она услышала эти программы, это слово, наша программа, это было так, как будто небольшой луч света начал выводить нас из этой тьмы, в которой мы оказались на протяжении всех этих долгих месяцев. И она просто сказала, мы начали в течение даже вот нескольких этих последних дней, мы просто начали исповедовать Божье Слово, провозглашать. Мы начали отвергать все эти их, не то что диагнозы, а прогнозы. В общем, и она говорит, удивительное произошло. Мой муж, он лег спать, но когда он проснулся, я обнаружила, что удивительное состояние. Его щеки за впервые за все это время они стали розовыми. Утром он побежал в огород, я извиняюсь за такие детали, да, что он разговаривал с своим соседом, просто вот стоял в этих шортах, а уже сентябрь был на тот момент, и было довольно холодно. А последние годы он очень сильно мерз постоянно. И тут вдруг он стоит, вот долго разговаривает со своим соседом, и она говорит, я начал замечать, что-то произошло. А затем он попросил большую тарелку пельменей, через несколько часов он съел манты, а в день, когда они встречались со мной, он заказал баранину с картошкой. И она говорит, это вообще впервые за вот эти долгие-долгие месяцы, я увидела, что он ожил. И я так благодарен Господу за это свидетельство того, что насколько Бог, оказывается, может использовать наши программы в автомобилях, в мобильных телефонах, в приложениях. И люди смотрят, люди слушают и получают пользу от того слова, которое звучит там. Я благодарен Господу за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, я говорю с вами о том, что Бог может показывать пути. Бог показал пути Моисею, а Израилю показал чудеса. И я хочу зачитать сейчас вам один отрывок из послания к евреям. Это 4 глава. Возьмем с 1 стиха. «Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем». Речь идет об Израиле. «Но не принесло им пользы слово слышанное». Будьте внимательны сейчас. «Не принесло им, Израилю, не принесло пользы слово, которое они слышали. Слово, не растворенное верою слышавших». А теперь внимательно. «А входим». Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. «А входим в покой мы, уверовавшие, так как Он сказал, я поклялся в гневе моем, что они, Израиль, не войдут в покой мой, хотя дела Его были совершены еще в начале мира». «Все дела Божьи, говорит нам Священное Писание, были совершены еще в начале мира». Возможно, это покажется трудным для восприятия. Но все, с чем вы когда-либо сталкиваетесь или столкнетесь, любая проблема, в которой бы вы ни оказались, у Бога есть решение. Когда мы попадаем в отчаянную ситуацию, для Бога это не является чем-то новым. Он не паникует и он не боится. На небесах не начинаются движения в пользу того, чтобы как-то быстро нужно что-то сделать, потому что мы здесь, на земле, попали в какую-то затруднительную финансовую ситуацию. Какая-то болезнь случилась. В общем, мы не застаем Бога врасплох подавленным и угнетенным, смущенным, когда Он смотрит на нас. Писание говорит, что все дела я хочу, чтобы вы провозгласили это вместе со мной. Все дела, все дела Божьи были совершены в начале мира. И Библия называет это покоем Божьим, что Бог вошел в покой. Бог вошел в седьмой день. Бог вошел в покой. И когда Он вывел Израиль из Египта, Он призвал их войти в Его покой. И для того, чтобы войти в Его покой, Он послал им слово. Слово, которое ожидалось, оно должно было быть растворено верой. Он ожидал, что Израиль, услышав Божье слово, поверит, растворит свои веры, и через это войдет в то, что сделал для них Бог. Но они не вошли. Три миллиона и даже больше человек не вошли в этот покой. И Писание говорит, что мы, верующие, входим. Я хочу сейчас помолиться, чтобы следующий отрывок, следующая программа, которую мы будем делать, чтобы мы говорили об этом, что мы, как верующие Нового Завета, верующие в Иисуса Христа люди, Бог призывает нас войти в покой, в который Израиль войти не смог. А нам с вами надо войти. Потому что в этом покое для нас спасение, исцеление, богатство, мир, радость, наше небесное призвание, наше предназначение. В общем, все, что хотел Бог сделать в нашей жизни, было сделано. И на основании этого отрывка мы можем твердо знать, оно дожидается нас. Мы должны войти туда. А оказывается, что кто-то может опоздать. Я молюсь, Господь Бог, чтобы никто не опоздал. Я молюсь, чтобы мне не опоздать. Я молюсь, чтобы нашим зрителям не опоздать. Чтобы мы узнали что-то из Божьего Слова, этот драгоценный путь, как мы можем войти в Твое присутствие, как мы можем войти в этот покой, как мы можем войти в те дела, которые Бог предназначил быть нашими. Во имя Иисуса Христа. Увидимся через минуту. Итак, мы говорим с вами о том, что нам, как верующим людям, необходимо войти в Божий покой. И я верю, что Божий покой – это то, о чем Библия говорит «все дела Божьи». Потому что Бог сделал и успокоился от всех своих дел. Все его дела были сделаны в начале мира. Бог вошел в покой и призывает нас, верующих людей, войти в его покой. Библия говорит, что Израиль не вошел в Божий покой. Для того, чтобы войти в Божий покой, Бог послал им Слово. И ожидалось, что они верой войдут в Божий покой. Но Слово, которое Бог послал им, им не принесло никакой пользы. Они слушали это Слово, но своей верой не растворили. И во всех предыдущих программах мы говорили с вами о том, что Бог может показать нам не просто чудеса. Не просто чудеса исцеления. Не просто чудеса умножения. Он может нам показать путь того, как Он все устроил. И в послании к евреям 4 главе говорится о том, что мы, как верующие в Иисуса Христа, мы можем войти в Его покой. Что Израиль для нас может быть наглядной иллюстрацией того, как можно опоздать, как можно не войти. И Библия говорит, почему они не вошли. Они не растворили Божье Слово своей веры. Мало того, они были ропотниками. Они были постоянно недовольными. Они постоянно высказывали Богу какие-то претензии. Они сталкивались с какой-то проблемой, допустим, отсутствием еды. И они тут же это выражали все своим недовольством. Они сталкивались с отсутствием воды. И они тут же высказывали все это. И очень много раз, когда возникала какая-то проблема или какая-то угроза, они постоянно обращались к Моисею, выражая свое недовольство и постоянно говоря, нас Бог вывел погубить в этой пустыне. Что произошло в конце концов? Они не вошли в землю обитываю. Они все так и легли. То есть то, что они говорили, то, во что они верили, они это получили. Они получили смерть в пустыне. Они постоянно говорили об этом. Ты вывел нас погубить. Бог вывел нас погубить нас в этой пустыне. Они постоянно озвучивали это. Они верили в это. И они получили это. А Библия говорит, что Бог призывает нас войти в Его покой. А входим в покой мы. Я хотел бы, чтобы вы обратили на это внимание. Входим в Его покой. мы, уверовавший, нам предлагается войти. А теперь давайте вспомним самую первую программу о благодарении. Это ситуация, когда Иисус, имея перед собой пять тысяч голодных человек, а в руках у Него всего пять лепешек и две рыбки, и любой бы на Его месте Он задался бы вопросом, что нам с этим делать? Это же так мало! Да, и именно так вели себя ученики Иисуса Христа, которые говорили, ну, здесь всего пять лепешек, здесь всего две рыбки, но что это такое для такого огромного количества людей? Очень часто по роду своей службы, своего служения мне приходится искать финансовую поддержку для детского дома, мне приходится искать поддержку для строительства, для других верующих людей, для миссионеров. И очень часто в моих разговорах, в моих, скажем так, поисках мне приходится слышать, сталкиваясь, скажем так, с определенной нуждой, когда люди говорят, у нас и так мало, мы не можем поддерживать кого-то еще, нам не хватает. И всякий раз, когда я слышу такие вещи, и особенно от верующих людей, и очень печально, что подчас это приходится слышать, и от служителей, когда люди просто говорят, у нас у самих программа, у нас у самих нужда, мы не можем помочь. Я не говорю это для того, чтобы осудить, или для кого-то, чтобы показать превосходство от них, и, скажем так, неверие или страх других. Не об этом речь. Но все-таки я думаю, что когда Священное Писание нам, как пасторам, служителям, и просто верующим людям, оно показывает пути, я думаю, что когда мы в какой-то отчаянной нужде, при всех наших недостатках, недостаток не в плане характера недостаток, а то, что не хватает, да, недостает. Когда мы берем эти наши драгоценные церковные бюджеты за месяц, когда мы берем эти пожертвования, когда собираем, мы смотрим, такое количество нужд, и так много нужно помочь, и ты держишь это малое в своих руках, и думаешь, Господи, вот, ну вот есть этот бюджет, но что это такое для такого огромного количества нужд? И вот то, что исходит из нашего сердца, то, что выходит из наших уст, я думаю, что в глазах Божьих это очень, скажем так, да, важно в каком плане? Важно, чтобы что-то иное выходило из нашего сердца, из наших уст. Потому что мы имеем Христа как пример, как поступать тогда, когда то, что ты держишь в своих руках, так мало, а нужда так велика. Сделать нужно так много. Решить нужно так много. Строительство, миссия, детские дома, миссионерские проекты. Нужно делать это, и ты получаешь это. И иногда это просто с таким стоном изнутри тебя, Господи, но когда же это все закончится? Но когда же будет много? И это, знаете, это вот именно из-за непонимания путей, как Бог все устроил. Не случайно первое послание к фессалоникийцам, апостол Павел, говорит, что «При любых обстоятельствах благодарите Бога, ибо такова о вас воля Божья». При любых обстоятельствах. Находясь в нужде, находясь в недостатке, в болезни. Да, с каким-то отрицательным диагнозом очень важно, что вот сейчас будет исходить из моего сердца, из моих уст. Какие слова? Иисус, когда столкнулся, пять тысяч человек, а всего пять хлебов, а всего две рыбки. И Писание говорит о нем, а он знал, что он хотел делать. О, мой Бог, я прямо сейчас получаю откровение. Многие люди говорят, да, как это сделать? А Иисус знал, что хотел делать. Что же он хотел делать? И кто-то скажет, а он хотел накормить. Да, мы видим это желание Иисуса накормить. Но он знал, что он хотел делать. Господи, мы должны знать, что нам нужно делать. Иисус начал молитву благодарения. Он благодарил за то, что было в его руках в той ситуации. К чему это привело? Пять тысяч человек ели и насытились. Всякий раз, когда нам необходимо было строить наше молитвенное здание, и находясь в отчаянной какой-то финансовой ситуации или в каком-то долгом, таком, знаете, застойном состоянии, когда ничего не происходит, такое искушение выражать Богу претензии, недовольство, или просто вот разрыдаться и сказать, ну, Господи, ну, сколько это можно? Да, но Бог по Своей великой любви и милости обучал нас. Собирайте финансы. Вот сколько собрали? Ну, собрали мало, а нужда так велика. Ну, так начни делать то, что делал Иисус. И мы всей церковью собирали это пожертвование. Мы однажды на служениях просто, мы говорили, а давайте пожертвуем в другую церковь. Вот в такую же, которая, возможно, строит тоже свое молитвенное здание. Мы отдадим это туда. И, казалось бы, вот наш отчаянный недостаток, он требует того, чтобы, ну, хоть что-то сделать для себя. А вот Писание показывает нам путь. И мы собирали эти финансы, мы возносили молитву благодарения и, скажем так, доброхотно отсылали в другие церкви. Представляете, проходило какое-то время, и Бог давал такие финансовые прорывы. И когда приходили эти финансовые прорывы, ты внутренне, внутри себя вспоминаешь. А ведь это же потому, что тогда мы посеяли. Ведь это потому, что тогда мы благодарили. Потому что смотрели не на себя и не свою нужду. И я сегодня хочу сказать всем драгоценным христианам, драгоценным служителям, тогда, когда у вас просят помощи, просят поддержки. Не отмахивайтесь от людей, говоря, у нас у самих не хватает. Нам самим нужно перекрыть крышу. Нам самим нужно сделать отопление. Нам самим нужно вставить окна. Нам самим нужно. Мы не можем помочь. Я думаю, что вот все эти ситуации, они создаются Богом для того, чтобы явить в нашей жизни. О, это не так нужно говорить. Это нужно говорить так. Все эти ситуации для того, чтобы ввести нас в Его покой. Как Иисус вошел в это умножение? Он вошел в это умножение, имея так мало, воздавая благодарение Иисуса. Я хочу, чтобы вы открылись со мной. Девяносто девятый псалом. Воскликте Господу вся земля. Служите Господу с весельем. Идите пред лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ, и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Входите во врата Его. Я называю этот псалом небесный протокол божественных встреч. Он царь. Мы хотим войти в Его присутствие. Как входит в Его присутствие. И в Его присутствие входит через молитву благодарения. Такова воля Божья о нас во Христе Иисусе, что в любой ситуации, в какой бы мы ни оказались, если мы хотим войти в Его присутствие, мы должны возносить благодарение. Это то, как Иисус входил в этот покой. Это то, как Иисус все делал молитва благодарения, потому что там, в небесной сфере, все уже сделано до нас. Все уже сделано для нас. Там, в небесах, избыток исцеления. Там, в небесах, избыток жизни. Там, в небесах, все совершено. Но и Бог там, и Он ожидает, что мы взойдем к Нему. Это не просто, когда мы Его спустим сюда, наконец-то Он услышит наши проблемы, наконец-то мы просто будем благодарить, а Он придет сюда, дорогие. Не Он приходит сюда. В молитве благодарения мы входим в Его присутствие. Мы входим в Его покой. Молитва благодарения вводит нас в Его приготовленные для нас дела, где все наши нужды покрыты, а болезни исцелены, где страха больше нет и слезы закончились, где есть елей радости и чудоумножения. Это путь, как мы входим в Его присутствие. Это то, как мы восходим к Нему. Это как мы входим в то, что Бог Израиля призвал войти в Израиль, а они не захотели. А почему же они не просто не смогли? Они не растворили Его Слово верой, и из их уст всегда было зависть, недовольство, гнев, претензии. Они не смогли уйти. И я думаю, что одна из причин, по которой Бог хочет, чтобы мы всегда воздавали благодарение, это потому что молитва благодарения – это единственный путь, путь веры, как мы входим в Его покой. Это не просто требование Бога, просто всегда благодарить. Нет, это условие, это как код, который ты набираешь и который позволяет тебе войти в Богом приготовленные дела для тебя. Это путь веры. Молитва благодарения. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за то, что кто-то сейчас получает исцеление от онкологии. Я благодарю Тебя за исцеление от остеохондроза, от язвы двенадцатиперстной кишки. Я благодарю Тебя, Господь, за исцеление от пилонефрита прямо сейчас. Я благодарю Тебя, Господь, за это удивительное и славное помазание, которое разрушает дела дьявола и бесы уходят. Эти панические атаки прекращаются. Это угнетение растворяется, и человек просто вздыхает свободно, и мир приходит. Аллилуйя! Я благодарю Тебя, Господь, что сейчас мои братья и сестры вместе со мной совершают эту удивительную молитву благодарения при всех недостатках, при всех отчаянных обстоятельствах, отрицательных диагнозах. Мы благодарим Тебя, Господь, что в Господе Иисусе Христе все наши молитвы отвечены, что в Господе Иисусе Христе мы исцелились от всех болезней, в Господе Иисусе Христе наши нужды покрыты, в Господе Иисусе Христе мы входим в покой Божий во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь Бог. Дорогие братья, дорогие сестры, подписывайтесь на наш канал, присылайте нам свои свидетельства, расскажите о том, что Бог делает в нашей жизни и насколько мы полезны в вашей жизни во имя Иисуса Христа. Напишите нам обязательно, и да благословит вас Господь. Спасибо Господу. Спасибо вам. Аминь. Дорогие друзья, наши партнеры, драгоценные партнеры служения силы слова, Бог да благословит вас. Вещание этой программы стало возможно благодаря вашей щедрой поддержке. Пусть Господь обильно благословит в ваших даяниях, в вашей вере, в вашем посвящении. Я верю, что Бог будет обильным, уникальным образом благословлять каждого, кто принимает участие в распространении Евангелия. Я также обращаюсь к тем, кто хочет стать нашим партнером. Если вы хотите стать партнером служения силы слова, напишите по номеру, который вы сейчас увидите на ваших экранах, и мы дадим вам хорошую информацию о том, как стать партнером служения силы слова. Бог да благословит всех вас. Аминь. Если вы желаете пожертвовать, вы можете сделать это на сайте нашей церкви, octao.church. Нажав вкладку «Пожертвование», выберите сумму, обратите внимание, сумма пожертвования указана в тенге. Введите данные вашей карты, номер, срок действия, трехзначный код и вашу электронную почту. Также вы можете перейти на сайт для пожертвования, отсканировав QR-код камерой вашего телефона. Мы благодарим каждого, кто своим пожертвованием поддерживает это важное служение. Своими финансами вы даете возможность проповедовать Евангелие, помогать нуждающимся, осуществлять миссионерские поездки, доносить весть об Иисусе Христе через телевидение и интернет. Пусть Господь благословит вас и восполнит каждую вашу нужду по своему богатству в славе Христом Иисусом.